Привет, меня зовут Зина, я похудела на 30 кг, собралась ходить еще на 22 кг, но произошла небольшая, малюсенькая такая неприятность длиной 8 месяцев, я не могла ходить, и это немного нарушило мои планы. Сейчас я, сегодня первое видео, первая запись, как, собственно говоря, я возвращаюсь обратно к своему процессу похудения, и надеюсь, что я уже не думаю, что не помешает. Ну, будем надеяться. Погнали! Видео-дуо мне заснять удалось, наконец-то у меня будет видео-дуо, хоть что-то положительное в этом всем. Я над ним, конечно, порыдала, пострадала, порастраивалась, потому что вот видео-дуо, которое сейчас видео-дуо, а вот видео-дуо, которое было видео-дуо уже в процессе моего процесса похудения. Ну, поэтому... Ладно. Чуть в том, что я по-прежнему хромаю и не очень хорошо могу ходить. Я еду в Москву, в Москве через стиснутые зубы и кулаки со сжатыми зубами я два дня ходила пешком по 8 километров, и теперь я провела последние выходные дожи пешком, ходила по 11 километров. Нога болит безумно, хромаю я ужасно, нормальная ходьба мне дается с большим-большим трудом, но уже лучше гораздо, и я надеюсь, что все-таки я однажды начну нормально ходить, и у меня ничего не будет болеть, и все будет в порядке. Но уже можно хоть какую-то физическую нагрузку себе давать, выходить из дома. О боже, слава богу, я смогу снова выходить из дома. Это офигительно, правда. Я очень этому рада, что у меня наконец-то появится возможность выходить из дома. На самом деле, шутки шутками, а я реально очень сильно соскучилась по этим всем улицам, огонечкам. В Москве очень красивая иллюминация, я ехала в такси по Москве и посмотрела на это. Просто, знаете, я хочу на это все посмотреть поближе, я хочу с этим всем сфотографироваться, я хочу это все сфотографировать. Но, увы, пока что это не в моих силах, спасают меня только обезболивающие мази, массажи регулярные. Спасибо очень моей маме, что она со мной водится, помогает мне с этим всем. Так-то, конечно, печаль печальнее. Но! Но! При этом, с момента записи моего последнего видео, когда я рассказывала про то, что со мной произошло, в общем, про всех этих прекрасных врачей, которые устроили мне вот это вот все. На тот момент я весила 106 кг, а сейчас, на момент записи этого видео, я вешу 103 кг. То есть, благодаря вот этим вот похождениям в Москве, похождениям в Питере, в одну неделю я сбросила 3 кг, потому что начала обратно давать себе какую-то физическую нагрузку. И это очень здорово, что... Ура! Хай, отригайся, отригайся, пусть я там! Ну, вот, как-то так. Ну, теперь нужно обозначить цели, пожелания, какие у меня идеи, какие у меня планы. Сегодня четверг, 18 марта. И ближайшая дата, к которой мне нужны какие-то результаты, это 22 апреля. 22 апреля у меня будет дне рождения, и каждый год у меня есть такая идея, что на дне рождения надо себе похудеть. Похудеть себе надо, подарить. Вот. В этом году я хочу себе подарить похудеть до, ну, допустим, месяц с небольшим, если по ударному темпу, если активно двигаться. Ну, было бы здорово доходить до 93 кг, с которой, собственно говоря, начинала вот это вот все. Было бы приятно вернуться за месяц к этому вот результату. То есть 22 апреля, это моя такая первая дата, ключевая. Вторая моя ключевая дата, это 22 мая. После моего дня рождения мы с подругами решили уехать в месяц работать в Крыму. Вот. И... Ну, то есть поработать, работать свою работу, но работать в Крыму. Там тепло, там где солнце, свежий морской воздух, горный воздух, и вот это вот все. Вот. И там у меня не будет возможности ни записывать видео, ни взвешиваться, потому что высые с собой, естественно, не потащу. Вот. И хотелось бы как-то контролировать свой вес без контроля, и приехать из Ялты еще более похудевшей. Вот. Поэтому я рассчитываю, что еще где-то килограмм 5 скинуть в Ялте. То есть такой вот гордый план, минус 15 кг за ближайшие два месяца. Вот. Это пока мой ближайший план. И третья точка, которая тоже для меня достаточно важна, это 15 августа. 15 августа я еду на тренинг, и к этому времени мне бы хотелось быть в очень хорошей физической форме, потому что для меня будет важно быть в хорошей физической форме, справляться физически с нагрузками, и, ну, будет быть хорошо, тоже будет приятно. Вот. Каких-то конкретных килограммов я себе на 15 августа не назначаю, потому что кто-то узнает, как пойдет. Худение – это такая непосказуемая вещь. Ты можешь ходить по размерам, но не ходить по килограммам, ты можешь ходить по килограммам, но не ходить по размерам. То есть, ну, как-то надо все-таки больше на размеры идти. И по размерам. На сегодня, на 18 марта, на четверг, мои размеры вот такие. А хотелось бы, чтобы они были, соответственно, к моему дню рождения вот такие. А уж если говорить про август, то вообще вот такие вот. В общем, очень такие... Такие-такие-такие-такие. Очень амбициозные у меня, в общем, планы, надежды, и ногу как-то надо разрабатывать, поэтому я буду много-много в тюрьму ходить. Ну, по мере силы возможностей, потому что, правда, лучше не ходить. И не знаю, прошел уже месяц, с момента операции больше месяца. Месяца один день. Ну, 29 дней. С неделю, потому что в февраль, короче, и как-то лучше. Ну, стало лучше, говорить, что не стало. Стало лучше, но больно. Очень больно, хотя мы говорили, что через месяц я уже буду... Если я сейчас побегу, я умру. Просто так умру, если я сейчас побегу. Поэтому, ну, по крайней мере, я уже отбросила костыли, хожу без костылей, и это на самом деле достижение. Если вы поставите лайк и порадуетесь за меня, я буду очень благодарна. И таким образом сегодня без дополнительной какой-то болтологии просто обозначаем цель и желание. И до встречи через какое-то время. Не знаю, когда мне получится записать видео. Показываю. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!